Всех приветствую на своем канале! Здесь мы разговариваем про интересные виски, вкусное пиво и другие необычные и главное вкусные алкогольные напитки. И сегодня вот поддавшись на обвеяние такое в текущих социальных сетях, где практически на каждой фоточке фигурирует вот такой вот достаточно распиаренный и популярный ликер Егермейстер, ну собственно решил попробовать его и поделиться своими впечатлениями с вами. Возможно кому-то мое описание понравится, он решит приобрести себе такую штуку, либо наоборот я кого-то отговорю. Итак, достаточно популярный ликер Егермейстер, который еще по-моему является бальзамом, потому что он состоит из 56 там самых разных трав. Это смесь всяческих корешков, там кожуры, коры там всяких деревьев разнообразных, в общем 56 разных ингредиентов. Общий состав естественно там хранится в секрете. Ну и одним из козырей этого ликера является то, что вот эта вот вся итоговая смесь этих трав выдерживается около 12 месяцев в дубовых бочках, за счет чего он в итоге получается достаточно легким и мало спиртуозным. Егермейстер. Это немецкий крепкий ликер, крепость 35 процентов и вот это вот название переводится как старший егерь, старший над всеми, либо как мастер-охотник. И тут собственно бог охотников или что-то вроде того изображен, такой вот олень с крестом. Судя по самой бутылочке, то что здесь содержится целых 56 трав, может показаться, что это прямо какая-то лечебная микстура, то есть выпил одну стопочку, вот такую вот рюмочку и все, прямо от всех болезней. вылечился, но нифига, я проверял. Есть такое некое у него свойство, он немножко улучшает пищеварение, но не более того, это все-таки алкоголь, он пьется достаточно легко, поэтому будьте с ним аккуратны. Собственно вот такая вот бутылочка, наверное, начнем как обычно с цены. Это 0,7, обошлась мне со скидкой в 1100 рублей, может быть даже немножко дешевле, но в основном его цена за 0,7 колеблется в пределах 1200-1300 рублей. Егермейстер это напиток непривычный, не совсем привычный для меня, поэтому сегодня я попытаюсь с вами поделиться теми способами питья вот этого вот напитка, но самыми интересными и простыми, которые я нашел. Ну и самый популярный метод распития вот ликера Егермейстер, это вот такими вот шотами в чистом виде. Опять же рекомендуется выдерживать перед употреблением и бутылку, и рюмку, кстати, тоже стопочку около трех часов перед употреблением в морозилке, то есть как только я достал бутылочку, она была вообще линием покрыта, сейчас же ну просто немного запотевшая. Рюмку также советуют прямо чуть ли чтобы она не обледеневшая была, ну и собственно получается напиток сильно охлажденный. Не знаю, зачем так многие советуют, потому что когда ты пробуешь интересный и новый для себя напиток, ты все-таки хочешь почувствовать его истинный вкус. А когда ты ну просто прямо до нельзя его замораживаешь, убивается там половина вкуса всех, опять же, кто смотрел мои видео про виски, тот поймет. Но спорить не стану, раз так советует даже сам производитель, то почему бы и нет, попробуем его сильно охлажденным. Так, ну что, пробуем прямо сильно ледяной замороженный Егермейстер. Ну вот совсем вот так вот немножко. Ну и на заднем фоне у нас появились чудесные нарезанные дольки апельсина, посыпанные корицей. По всем описаниям в интернете это прямо вот самая популярная во всех странах закуска к Егермейстеру. Что касается вкуса, что касается того, что я почувствовал. Естественно, прямо в сильно-сильно замороженном состоянии алкоголя здесь практически не чувствуется. То есть, ну такое ощущение, как будто ты пьешь какую-то сладкую настойку. Те, кто хочет ощутить полный спектр, естественно, прямо вот настолько сильно охлаждать не стоит. Возможно, кому-то больше понравится со льдом, но не вот прямо три часа выдерживать в морозилке, как это сделал я, согласно описанию и рекомендациям. Но, что я хочу сказать. По крайней мере, это мое личное мнение, мне не совсем понравился этот напиток, потому что, ну, я не совсем любитель, точнее даже сказать, я терпеть не могу сладкий алкоголь. Вот действительно, я иногда позволяю себе Бейлис, там, Шериданс на Новый год, например, когда это уместно. Но совсем вот по чуть-чуть и допивается он, как правило, очень долго. Что касается Егермейстера, то помимо того, что он очень сладкий, опять же, как и большинство ликеров, он еще отдает травами. И вот прямо первая ассоциация, которая возникает, это совсем недавно я болел, там у меня простуда была, обрабатывал горло, горло болело, Tantum Verde. Это вот та хрень, которую рекламил Тимати. Tantum Verde и вот эта вот шляпа, ну, один в один. То есть, вот эти травяные настои, может быть, с каким-то доктор Момом еще можно его сравнить. То есть, пьешь реально микстуру, естественно, которая немного отдает алкоголем. Ну и перед тем, как мы перейдем к рецептам простенького коктейля, хочу отметить, что Егермейстер охлажденный вот шотами в чистом виде и посыпанная корицей дольки апельсина, ну, все-таки вот во вкусе некая гармония есть, одно другое дополняет и получается такой пикантный в итоге вкус, пикантное послевкусие во рту. Ну и теперь давайте переходим к простенькому коктейлю. Это самый простой, который я вычитал в интернете, называется он легко и просто. Огурец. Ну и вот у нас в кадре появляется вот такой вот замечательный тоже стаканчик высокий. Нарезаем прямо несколько ломтиков огурца соломинкой, желательно, конечно, чтобы он был без пупырышек. Наполняем этот стакан просто доверху льдом. Берем Егермейстер. Там около 50 миллилитров порция. Ну вот, примерно так. Ну вообще по вкусу это делается, но существует, конечно, некоторые пропорции. Обычно один к трем с газировками и один к одному там можно его еще с бейлисом мешать. Ну и следующее, что нам понадобится, это вот такая вот мною сильно непрезираемая газировка под названием спрайт. Не совсем ее люблю, но в рецепте был именно он. И наливаем до краев теперь спрайта. Ну, естественно, у барменов все это красиво перемешивается, но у нас вот такая будет супер бетонная мешалка 3000. Вроде бы перемешали. Ну, давайте попробуем, что это за кукумбер или просто огурец. Такой, наверное, практически идеальный вариант летнего слабо-слабо-слабо алкогольного напитка. То есть сам спрайт я не очень люблю, он очень сладкий. Егермейстер тоже сладкий. Ну и вот небольшая история. Выпил я чистым егермейстера, то есть вот так вот остальное спрайта было. Ну, чистый коктейль спрайт с егермейстером со льдом. После полутора вот таких вот стаканчиков, опять же, отмечу, егермейстера там было совсем чуть-чуть. Меня прямо дико начало мутить, потому что очень сладкое месиво алкогольное получилось в итоге. Так что, ну, вот в этом плане здесь льда, конечно, побольше гораздо. И плюс огурец добавляет еще некой такой, знаете, салатности, что ли, если можно так сказать. Ну, немножко освежающей какой-то чистоты вкуса, если можно так сказать. То есть, ну, довольно-таки неплохо. Гораздо лучше, чем просто ягеры мешать со спрайтом. Ну, довольно интересно. Рецепт очень прямо простой, так что, кому интересно, советую попробовать. Тут же затестируем еще одно сочетание. Егермейстер еще очень хорошо сочетается, говорят, с колой. То есть, прямо вот в чистом виде. Поэтому давайте попробуем с колой. Ну, поскольку я описал уже свой предыдущий опыт с сильно-сильно прямо сладким напитком, в этот раз я взял Coca-Cola Zero. Может быть, в этот раз это будет более нечто питкое. Забыл добавить лед. Ну, ладно, сделаю это сейчас. Теперь у нас будет кола. Ну, и теперь попробуем Егермейстер просто с колой, безо всяких еще добавок. Но, опять же, отмечу, что, кстати, апельсинки с корицей могут суперски сочетаться даже с вот таким вот коктейлем. Что, в принципе, коктейль очень даже неплохо. За счет того, что кола прямо не супер сладкая, как обычная, а более-менее такая нейтральная, получается, в принципе, довольно питкий напиток. Но не сказать, что я вот прямо фанат. Виски с колой, конечно, мне нравится больше. Ну что, два самых простеньких рецепта коктейлей я вам показал. Теперь давайте еще попробуем совсем убиться в хлам и намешать Егермейстера с соком. Два сока, которые я вычитал, это апельсиновый, но там еще нужен гренадин. То есть гренадин, апельсиновый сок и Егермейстер в таком вот сочетании. И еще с яблочным соком я читал, что сочетается вот прямо просто ликер и яблочный сок. Ну, давайте пробовать. Как нам сочетание теперь Егермейстера с яблочным соком? Мало оленя, нужно чуть больше. Сильно яблоком отдает. Ахалай-махалай. Теперь больше отдает Егермейстерам, но все равно это параша получается. Потому что что так, что так, очень сладко, очень приторно. Больше похоже на какой-то детский алкогольный дюшес. Кстати, вот под конец обзора решил поэкспериментировать и смешал совсем несовместимые вещи. Это апельсиновый сок, тот же самый Егермейстер, лед и добавил туда тот же самый огурец. И, как ни странно, получился очень вкусный коктейль. Очень интересный, который где-то отдаленно напоминает персик маракуйя со сгущенкой, что ли. И издалека отдает еще лимоном. Это очень странно, потому что, по крайней мере, по цвету жидкости получилось совсем что-то неудобоваримое. Но, тем не менее, как минимум попробовать стоит. Что хочу сказать, вот так вот. Вот так вот. На третьем месте, наверное, шот. Прям вот чистый. Вот так бы вот я точно пил. Вот так вот, ну так себе. Шоты это, ну, на любителя относительно, если там в компаниях, в клубах, в барах сидите. Ну и с соком я вам не рекомендую сочетать, потому что вот вычитал якобы крутое сочетание с яблочным соком. На деле хрень. Что касается Егермейстера, оценивать я, наверное, его не буду, потому что это напиток на любителя. Некоторые, я знаю, угорают по ликерам, по джинам, по текилам. Мне больше нравится виски, пиво, вино. Поэтому, если вам ликеры нравятся, если вам нравятся сладкие алкоголи, сладкие вот такие вот алкогольные напитки, коктейли, то, да, это ваша тема. Попробовать стоит. Отдает травами лечебными. То есть, ну, прямо вот один в один, как вы пьете какой-то, ну, не знаю, эликсир от кашля. Там, как будто вы запшикали горло Tantum Verde. Он прям вообще один в один похож. Ну, а в коктейлях это уже более интересное сочетание. Вот особенно вот этот с огурцом. Мне прямо здорово понравился. Но, опять же, отмечу, не увлекайтесь алкогольными коктейлями, потому что вот таких вот стаканчиков можно выпить очень много, и вы совсем не почувствуете опьянения. Но оно в итоге придет, придет внезапно, и вам это на следующий день вряд ли понравится. Что ж, у меня на сегодня все. Довольно интересный напиток. Покупать его еще раз я буду разве что для вот таких вот сочетаний, для каких-нибудь посиделок, новогодних застольй и так далее. Но это не точно. Что ж, у меня на этом все. Всем спасибо за внимание и пока!